Агросезон 2020 года обычным назвать нельзя никак. Если к капризам погоды представители отрасли давно привыкли, то в условиях пандемии работали впервые. И сработали достойно, считает президент. В сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений, отечественный АПК продолжал стабильно работать. Вы трудились не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество. В самые сложные месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия. Своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом также в срок началась уборочная кампания. Она еще не завершилась, но уже сейчас понятно, что итоги сезона подводить будет радостно. Докладывая на заседании российского правительства, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в этом году агрария ожидает пусть не рекордный, но второй по объему урожай в истории нашей страны. Собрать урожай предстоит 79,6 миллиона гектаров посевной площади, что на 100 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Зерновые культуры уже обмолочены с 92% площадей, с которых собрано 126,6 миллиона тонн зерна в грязном весе. Аграрии помнят время, когда такие цифры звучали лишь в планах на довольно отдаленное будущее, казавшихся, в общем, фантастическими. Но это статистика сегодняшнего дня, которую труженики села уже сделали привычной. Показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными. А сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция. За последние годы наш агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, постоянно идет вперед, наращивает свою эффективность объема производства. Большие успехи большой страны складываются из достижений работников фермы полей на местах. Вот, например, куриного яйца в Мордовии производят на душу население больше, чем где бы то ни было в России, 988 штук в год. Это в 4 раза больше внутренней потребности. Крупнейший в регионе производитель – птицефабрика Атимарская. Самый мощный в Поволжье и один из мощнейших в России сахарных заводов тоже в Мордовии. Ромодановый сахар на неделе впервые в своей истории вышел на объем в 1350 тонн сахара в сутки. Это результат модернизации и повышения производительности труда. Консервный завод «Саранский», который работает в тесной связке с предприятиями Мордовского агропромышленного объединения, тоже достойно провел сложный сезон. Расширил линейку продукции новинками, а уже полюбившиеся потребителям ее виды предлагает в новом формате. Идя навстречу покупателю, зная от покупателя нашу продукцию – каши, мясорастительные консервы, мы выпустили эту же продукцию в новой инновационной упаковке – ламистеры, которые востребованы как для туристов, так и работников офиса, и также быстрое приготовление дома. По просьбе китейлинговой компании мы сделали молоко, сгущенное с цикорием. Этот продукт востребован для детских садиков и школ не только Республики Мордовия, но и Российской Федерации. Аграриев и переработчиков сельхозпродукции Мордовии обычно чествуют в Республиканском дворце культуры масштабно и с размахом. Однако, принимая во внимание меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, следует ожидать, что в этом году праздник несколько изменит формат. Пока время и место его проведения обсуждаются. Павел Степаненко, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова